Да, вот это тачуля. Вот это тачуля. Что делать-то? Что-то надо подкладывать. Сейчас будем подкладывать, наверное. Слушай, ну а по факту, если угол... Не, подожди. Ну просто логически, если подумать, что так надо заехать, что так потом надо задом... Она же чиркнет просто обоскваль так же. Просто запоздалое сцепление просто. Я боюсь рампы скинуть. Все, спускаемся. Так, я надеюсь, камера снимает, куда она денется, правильно? Сейчас. Горит. Мы начинаем опять работу. Это просто нереально. С ума сойти просто. Вы посмотрите, какая красота. Я просто вообще в шоке. На самом деле мы не такую красоту забираем. Мы забираем всего лишь... Ударьте мне по голове. Chevrolet Corvette 2018 года. Но елки, мать его, зеленые. Вы посмотрите на эту красоту. Это что-то. В общем, сейчас мы будем забирать, скорее всего, вот где-то там стоит. Тут все в ламбах. Посмотрите, все в ламбах. Елки зеленые. В общем, у нас вот такой вот корветик. ZLL. Охренеть. Так, начинаем инспекцию. Если честно, аж руки дрожат от такой вообще красоты. Как он открывается-то вообще. Инспектируем такую машину. В принципе, ничего нового не будет. Буду строить из себя бывалого. Хотя не хочу так строить, потому что, блин, ударьте мне еще раз. Я забираю корвет, еще и топовый, максимальной комплектации. Сканируем вин. Окей. Делаем фотографию. Охренеть, у нее звук, да? Она еще и на мешалке. На механике. Так, ну что, ребята, сели. Ой-ой-ой-ой-ой. Хе-гей. Гаси, Вань. Так, посмотри, ровно-неровно. Наклона хватит, интересно. Фу, вообще, как страшно-то. Страшно-то какую-то такую тачку заводить. Хватит ей вообще уклона. Бампер слишком длинный. Вот и я о том же. Да, вот это тачуля. Вот это тачуля. Что делать-то? Я не знаю вообще. Тут надо дополнительные рэмпы вроде как. Или что-то надо подкладывать. Сейчас будем подкладывать, наверное. Смотри, если ты имеешь в виду, что... А почему? Может, наедем в эту штуку, да? А, она здесь упирается? Я понял. А с этой стороны, типа, нормально, да? Нормально. Она там не поднимается, нет? По идее, это ламбо хура. Вот это мод селек. Вот это что такое мод селек. Вон внизу у тебя ручка. Что за мод селек? Что такое? Драйвов. Да нет, это вот. Турбо, winter, sport, да. Вообще, это в Lamborghini есть такая кнопка. Да, я знаю. Скрин какой-то вот. Смотрите, ребят, есть специальная кнопка для того, чтобы, типа, короче, для тех, кто хочет что-то спрятать. Хоп. Здесь такой бардачок вообще пустой. И хрен когда кто поймет, да, что это такое. 650 лошадиных сил, кстати, в этой машине. На механике. Это просто, наверное, зверь вообще. Просто зверь. Опусти вниз и смотри, что ты ровно на рамку заезжаешь. Да, ты бы чуть-чуть Туарег подвинул бы, если бы можно. Слушай, ну а по факту, если угол... Не, подожди, ну просто логически, если подумать, что так надо заехать, что так потом надо задом. Она же чиркнет просто обоскваль так. Ровненько идет. Я газую ее, в смысле, я не убираю скорость, но она почему-то назад. Сейчас я... Какими двумя здесь механика. Просто запоздалое сцепление просто. Я боюсь рампы скинуть. Все, спускаемся. Не получается, ребята. Не получается и задом, и передом. Никак не получается загнать этого крокодила. Здорово. У меня жопа уже мокрая от нерва, от переживаний. Все-таки 250 тысяч долларов, ребята. Блин, ну если бы здесь был бы мод, чтобы поднимать в морду. Было бы просто шикарно. Почему нам не дали хуракан? Хуракан это я знаю, что есть. Давайте немного пройдемся по визуальному вообще. То есть 250 тысяч долларов, 650 лошадиных сил. Есть карбоновые элементы. Ну либо под карбоновые. Ну хотя, я думаю, карбоновые. Все, мы ставим ее на место. Мы ее перевозить не будем. Как же хочется на ней раздать люлей. Если бы вы только знали. Это знаете как... Ну, конечно же, классно и так поездить хотя бы чуть-чуть. Но, блин, если честно, ощущение того, что хочется, ну хотя бы чуть-чуть раздать. И бы вот чуть-чуть бы ускориться, как дать ей под сраку. Но не получается. Нельзя, нельзя. Здесь куча менеджеров. Да вообще, короче, нельзя. Эх, жалко, жалко, ребята. Это жалко. Ну хотя бы так покатался. И то радостно. И то, как говорится, хорошо. Замечательно. Но ничего страшного. Покатался, как говорится, немножечко. Снял видео в Инстаграм. Все, олигарх. Ну что поделаешь. Ну вот она цепляется у нас. Очень длинный вот этот нос у нее. И очень... Короче, если бы вот этой вот губы не было, то может быть еще было бы хорошо. Сейчас стоял Ламбо. Ой, точнее, R8. И все в порядке было, блин. А с этой не вариант. Ну что поделаешь. Другой раз. Разгружаем Туарег. Сейчас у нас сегодня 70-100 ваговых. Корветик мы не взяли. Но забираем. Сейчас снимаем Туарег. И закидываем в Q7. Туарег, извини, но я буду ночевать. Ты прости. Но я буду ночевать, наверное, в Q7. Ха-ха. В новеньком. Сейчас если заберем какой-нибудь урус Ламборгини, то явно я буду тоже спать тоже в нем. Поэтому тут все просто. Чем круче тачка, значит Андрюха в ней спит. Как говорится, иметь я пока еще не могу такие машины. Но в разговоре со своими друзьями скажу, да я в ней ночь спал. Понял? Но пока грузим чужие тачки. Так, поехала, поехала. И седьмая красавица заезжает. Три литра, а, всего лишь три литра. Ну ничего, поспим в тебе, малышка. Я сегодня в тебе буду спать. Главное, смотрите, у нас все серенькие машинки. Сейчас еще третий возьмем, будет чисто все серенькие машинки, чтобы никто их не замечал. В общем, ребята, такой небольшой заплет. Короче, мы находимся сейчас в этой деревне, как я говорил. Здесь очень такая кривая, косая дорога. И мы постоянно цепляем прицепом своим низким. Вот в итоге принимаем решение сейчас брать один автомобиль и ехать, потому что там вот такой прям дикий спуск куда-то еще надо немного проехать. Сейчас на этой тачке доедем до пикапа, возьмем, запикапим там тачку, то есть, ну, примем. И на двух тачках вернемся. Короче, иначе никак нельзя работать. Дорога просто вообще ужасная. Очень. Ну, как бы не приспособлена. Дорога идеальная. Но она не приспособлена для нас. Вот такие дела. Забрали тачку. Вот сейчас еду на этой красавице. Q8, блин, просто вообще царство. Все, ну и вот наш уже трачок. То есть, недолго мы, в принципе, проехали. Новый день. Отдаем сейчас Туарега. Неосторожно, чтобы хозяйка видела, как она нежно и аккуратно. Ну, мы действительно нежно и аккуратно. Сейчас будем делать инспекцию и сдавать машину. Документно. Один секунд. Вы можете написать имя и написать скидку? И написать мою имя. И написать скидку и написать имя. И написать... И вот здесь твой имя. О, нет, написано. Это скидка и написано. Это мой имя. Я буду. О, нет. Ты мне все эти фотографии? Они такие красивые. Нет, я не знаю. Нет, если нужно, я могу вам сообщить. Я могу отправиться с вашим сообщением. О, нет. Я могу отправиться с вашим имелемом. Открыли. 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 О, это все? Да. О, это красиво. Спасибо. С вашей машиной. У меня есть новая машина. Спасибо. Удачи. 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 Спасибо, Еген. Всем привет. Мы приехали на страховой аукцион. Insurance Auto Actions. Сейчас нам будут вывозить наш автомобиль. Здесь, как видите, вывозят автомобили на вот таких специальных погрузчиках. Потому что это автомобиль битых тачек. Кто-то их грузит прямо вон в кузов машины. Здесь кархолеры грузят, получается, на свои большие, огромные 9-ти машинные прицепы. Ну и сейчас, по идее, мы сверили ВИН, сообщили, что нам нужно. Сейчас нам должны привезти Ford Focus вот примерно в таком битом состоянии. Посмотрим, какой будет ущерб на машине, как ее нужно будет крепить. Потому что зачастую это все нужно смотреть. И смотреть за тем, чтобы не открылся капот, не слетели подкрылки и так далее и тому подобное. Так, а вот и наш Ford. Оказывается, это Ford ST, Ford ST, вбитый в морду. Придется сейчас залеплять. Смотрите, бампер у него там от холод. Таял он, видимо, долго. Красного погрузит дядька. Хотели сейчас примотать этот бампер, но он, посмотрите, в каком состоянии. Поэтому лучше, наверное, его будет сейчас отрезать. Собственно говоря, его поместить в салон машины. Вот так и делаем. Кому же нужно запчасти, какие нужны от Варда, пишите мне в личку. Все, организовываем поставку запчастей. Разбираю дорого. Так, ну вроде все. Короче, все самые отлетающие детали я отскочил, это закидываем в салон. Салончик, как видите, в машине в хорошем состоянии. Стрельнула боковая подушка, нижняя подушка. В стойках одна стоечка. А так, в целом, на мешалочке, ну вот руль. Все вроде нормально. Сюда я закинул детали, а сейчас закинем туда еще наш бампер. Сейчас мы находимся в салоне Ford. Забирать будем, естественно, Ford. Привет, как ты? Я транспортер, у меня есть пикап. Здесь Ford F250, Super Duty. Ты хочешь посмотреть на один? Только один, да. Да, я транспортер. Хорошо. Ребята, у меня другая. Ой, Лало. Привет. Я транспортер, у меня есть пикап. Здесь у нас есть форта. Мы выбираем Ford F250. Собираем Ford F250. Да, да, да. Собираем Ford F250. Такой чисто американский сельский автомобиль. Делаем фотографии с разных сторон. Видно, что это в такой дешевенькой, по-моему, комплектации, хромированных деталей мало. Вот этот пример уже получше, по-моему. Это и визуально видно. это видимо какой-то фермер взял себе заводится у нас с ключа естественно имя тэнки самоч и тэнки в годы ребята сделали работу сейчас посмотрим есть у нас водичка нет и сейчас помоем хорошенечко стекла и поедем он немного расстроился что я нашел короче русские походу всегда так щепетильно смотрят то находят и денты и скрэйчи короче и он такой блин расстроился где где давай пальцем тереть короче такой ну на самом деле ну а чё делать я говорю это мои мои доказательства того что это было до меня пусть говорю я все отметил на фото поэтому чувак извини говорю ладно все движемся вот такая вот движуха едем на пикапе но сзади какой-то машина блин не дает мне газануть потому что это походу коп сзади он тонированный на как раз в шевролес субурбан точнее тахо они часто на них ездят ну и в принципе чуть газнули да ничего такого особо он принципе не сильно отличается и вообще возможно я сяду скоро на такую машину примерно только f350 это 250 бычок а а то будет 350 сейчас будем здорового бычка загружать на наш прицепик рассказываю историю короче с этого трав 4 в общем долго очень не могли найти сперва линию где одну тачку нашли вторую нет кое-как короче послали я ждал там общался с одним менеджером он поехал искать на гольф карри нашел эту тачку все ништяк мы поехали за ней она закрыта в итоге сейчас опять вернулись он пошел от менеджера менеджер кое-как раскорячку все сел в тачку поехал мы поехали за ними менеджер приоткрыл окно они специальной палкой короче здесь вот подцепили вот эту штуку и открыли в итоге мы видим вот такую ситуацию это вот я даже не знаю пишите в комментариях что такое то есть вот эта часть от ключа да вот называется нам нужен ремонт сам брелок получается вот это вот тоже какие-то 2 2 херни которые никак не заводят вот мы пробуем кира ничего не заводится короче тачку по ходу мы не сможем забрать кто-то свистнул ключи брелок вот такие вот потом всем доброе утро смотрите какой у нас здесь рядом на трекстапе стоит домик спальничек спальничек а вот видите прям вообще квартирка попереть переезжает вот где мне надо было спать смотрите какой прикольный трачок это тоже перевозит интересный оверлоуд оверсайз лоуд вот такая хорошая погода извиняюсь за свой голос я только-только проснулся полвер феврале импале более-менее сказать так сказать что высыпаюсь я в этих машинах потому что в машинах на раскорячку не вытянется ничто все криво просто но что поделать моя стажировка уже совсем скоро по идее должна закончиться еще дня три-четыре я по идее уже должен сесть на свой трак без учителя без тренера буду же сам водить впереди у нас баня забронировал там несколько хороших работ поэтому сейчас пока путь в сторону чикаго мы пока не не держим в общем виде вот так выглядит рак стопы вот ребята уже проснулись тоже смотрите низкая платформа языки 1 2 3 3 прицеп это ребята на заправку ставят поэтому надо мой тренер ваня для учит заезжать на заправку с самого вечера как приезжаешь первого на заправку а потом спать того потом не стоять вот так в очереди какое небо обратите внимание я постоянно обращаю внимание все такие небо здесь в америке она какое-то другое один из подписчиков мне как-то писал который изготавливает вручную прикольные сумки кошельки и всякое остальное вот хотел как раз показать смотрите здесь на так стопе есть вот такая работа 19 долларов 13 долларов сумочки по 39 40 долларов что-то подобное понятно что это не ручная работа также есть игрушки впервые подумал зачем игрушки вообще нужны на трак стопе оказывается это же все логично батя возвращаясь с рейса естественно его ждет какое-то маленькое чудо которая просит какой-то подарочек и вот чтобы батя потому что особо сильно в городах никаких не бывает вот но на трак стопе всегда есть вот такие игрушки которые можно взять быстренько купить и сделать счастливым своего сыночка либо дочку коллекция жигалок на любой вкус эти есть вообще такие вот серьезные аппараты и вот такие вот игрушечки есть тоже мексиканские какие-то черепа кому нравится металлические всякие поделки опять же игрушки на трак стопе можно найти я так понял все но это все похоже друг на друга вот каждый трак стоп каждый магазин он чем-то чуть-чуть кто-то больше чуть меньше но примерно все то же самое продается все более-менее чистенько полотенчики и душево я ничего страшного мы не такое видали если кто вам понравился ролик обязательно не скупитесь поставьте лайк подпишитесь на канал дальше будет еще интереснее ребята я стараюсь я это я показываю свою жизнь что я прохожу поэтому давайте идти вместе пока а